Настя, думаю, ты со мной согласишься, что всегда приятно находиться в одном городе с людьми, не желающими сидеть по долгу на одном месте, когда люди горят делом по-настоящему, развивают его, да, и помогают при этом другим людям. Ну, слушай, полностью с тобой соглашусь, да, действительно, согласна. И к такому описанию очень подходит героиня следующего сюжета, между прочим. Жительница Белимбая, которая несет спорт в массы. А в частности, такое интересное направление, как джампинг. Смотрим материал от наших коллег. Работать на батуте нужно с мягкими коленями, колени полумягкие, спина 20 градусов в наклоне, и работать нужно в батут. То есть не выпрыгивать, а работать именно в батут. Прыжки на батуте не просто ради удовольствия, а в определенной технике и как элемент джампинга, групповой кардиотренировки. Этот вид спорта, набирающий популярность в России уже девятый год, в Первоуральске развивает Елена Поморцева. Полтора года назад девушка открыла свою студию в поселке Белимбай. Сейчас обучает джампингу уже более ста представительниц прекрасного пола. Упражнения под энергичную музыку и элементы танцевальных движений, да еще и с подсветкой. Такая тренировка скорее напоминает дискотеку. Джампинг – это на самом деле такой вид спорта, который поднимает настроение. То есть ты приходишь на тренировку, и не то что монотонно ты там качаешь гантели, гири, штанги, а как бы это все разнообразно, легко, как бы непринужденно и заряжает энергией. Смысл прыжков – не бить ногами, а полотно батута с сумасшедшей силой и скоростью, а максимально концентрироваться на работе мышц кора. Элементы выполняются на амортизирующей поверхности, снижающей ударную нагрузку на суставы и позвоночник. А потому фитнес-джампинг безопасен. А еще он развивает координацию и вестибулярный аппарат, укрепляет сердечно-сосудистую систему и снимает нервное напряжение. Во время тренировки мы чередуем шаги низкой интенсивности, переходя в высокую интенсивность в прыжки. За счет этого сжигается большое количество калорий. За 30-минутную тренировку сжигается больше 300 калорий. А если это еще как бы с питанием все совмещать, то меньше чем за месяц можно получить красивое подтянутое тело. Интенсивность тренировки можно регулировать, повышая или понижая амплитуду упражнений. Этим джампинг и универсален. Такие занятия подойдут как начинающим спортсменам, так и тем, кто уже давно в фитнесе. Это хорошая кардионагрузка и для мышц тоже нагрузка с весом, с резинками, с эспандерами, но это все тяжело. Но все равно хорошо, мы получаем огромное удовольствие и прилив сил. Джампингом можно заниматься шести лет. Для детей существует специальная программа из упражнений, соединяющих в себе элементы гимнастики, хореографии и аэробики. В Первальской студии этим направлением занимается Ксения Оглоблина. Детки ходят, им очень нравится. В игровой форме проходят физические упражнения. То есть мы с ними танцуем, соответственно, это координация движений, это кардиотренировка. То есть они не замечают, что они тренируются, они думают, что они танцуют, но на самом деле все вместе это дает результат. Как отмечают тренеры, добиться отличных результатов можно, занимаясь джампингом не менее трех раз в неделю. При этом, чтобы быть всегда в хорошей форме и здоровом подтянутом деле, необходимо работать над собой постоянно. Продолжение следует...